друзья запарковались и вот там стоит знак написано заплатить запах заплатить за парковку и вот значит у нас дмитрий хочет заплатить за парковку что он делает для это он берет сотовый да есть такое приложение называется парк chicago да и открываешь на каждом на каждой зоне где стоит машина есть таблички с номерами да вот она открывается зонам был вводишь 514 504 дальше сразу предлагает ввести номер машины если вы водили раньше но она сразу вам предлагает до подсказку но тут эта машина я поставил сюда теперь предлагает выбрать время вот максимум дает нам только три часа это будет стоить 1950 вам три часа это будет много да поэтому можем выбрать время мы выбираем добавляем сколько мы хотим пускай полтора часа будет нажимаю next согласен я с этой суммой а сумма какая 10 10 до полтора часа паркинга нажимаю да и все время пошло и теперь мне больше не надо ничего делать и теперь когда будет оставаться 10 минут мне телефон скажет он как бы а потом можно добавить можно потом продлить если вы хотите расскажите про мотоцикл у нас такого нет а окей то мотоцикл тоже если вы видите это здесь платная парковка но платная парковка зона и и распространяется до этого знака до столба до столба мотоцикл стоит дальше проезд что тоже нельзя парковаться но здесь он стоит от столба до проезда ну там ему нельзя это бесплатно бесплатное место то есть это точно жизнью проверено жизнью проверить и вон еще там было точно я такого не видел да может быть есть но вы не в курсе время точно также есть для машин иногда эти знаки стоят как раз на размер машины вы можете это нужно знать свои точки да и кто знает и кто там всегда знают я извиняюсь скайдяк это это раньше 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 называлась сирс таверс в нем есть площадка обозрения стеклян со стеклянными балконами на 104 этаже и вот мы туда сейчас и идем мы сейчас туда идем сейчас оно уже называется уилт ставерс для новых кто будет приезжать и искать это место это уже не сирс таверс это уилт ставерс а можно искать просто sky back мы едем вниз тут под землей такое место где народ проверяют вращаем они попадут наверх говорят что очередь чуть ли не на час так говорят что очередь и небольшая но нам было сказано что на час на час 10 час 20 очередь тут как-то проверяют чтобы ничего лишнего людей не было причем что лишнее у них может быть я не знаю а у меня излишнего только вот чехол с камерой на шее висит больше ничего нет это друзья очередь забил нельзя сказать чтобы она была только очень большой пока что мы на большую очередь и нарвались вот видите друзья что тестировщики делают он пытается купить билет онлайн но все равно что ты его распечатать должен нам дать в руки не это но даст нам qr-код а у них есть машина нас сосканирует и все а прям с экрана в аэропорту да друзья я хотел спросить дмитрия чикаго как место для нового иммигранта что нужно нового иммигранта вот недорого поселиться и чтоб работа была допустим если нет разрешения работу пока или если есть решение на работу думаю в любом случае или если нет это очень хорошее место где можно обосноваться найти жилье недорого что люди обычно приезжают не с большим бюджетом найти работу работу не обязательно ее надо искать тяжело будет искать в американском обществе можно найти среди своих мало кто вообще спрашивает документы кто-то и спрашивает если есть такие люди что приехали без ничего то все равно вы не пропадете а вот вот это вот как бы повторяющиеся из раза в раз история что вот у своих работать нельзя что они обсчитывают что они плохо себя ведут и вообще как-то во всех отношениях плохо работать у своим вот как ваш опыт какой то есть в этом плане у меня плохого опыта работы у своих нету абсолютно и единственное что работать у своих без документов будет получать гораздо меньше денег но это как говорят как спать отрезал добры жгода а даже если без документов но не у своих то больше денег без документов но не можете работать ну то есть получать так денег меньше не потому что у своих денег меньше потому что ты без статуса но вы не слышали от других людей что вот это там какие-то работодатели там убежали не платили денег давали что-то на моем опыте такого не было нет нет не слышал вроде все все во время нормально все нормально обходилось без происшествий ну что же хорошо вот приближаемся мы к кассам дальше нас завели вот в этот кинозал друзья не знаю видно ли вам что то тут нам рассказывают что можно сделать апгрейд на билеты да да можно было сделать апгрейд и пройти без очереди но я думаю пройти без очереди до этого поинта так что нас и сколько стоит апгрейд 21 доллар на каждое значит билет стоит 22 плюс еще 71 и можно без очереди человека человека есть такой анекдот я вспоминаю как возвращается кавказец из москвы я только что рассказала и говорит что так мол и так мол ему хорошо видел там мукзолей и ленина и выше в очереди стал четыре часа он заплатил кому надо вынесли показали вот и здесь посмотрев фильм друзья мы отправляемся дальше отправляемся дальше мы опережаем толпу потому что сидели на первом ряду и идем 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 так сюда что туда а я не знал так вот друзья мы фактически вместе с вами путешествуем или вы вместе с нами вот вас приглашают здесь мы тоже далеко не идем вот здесь надо будет показывать на какой уровень мы поднимаемся а где телевизор пирамида спинкс о пирамиде спинкс здесь 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 действительно да это вау 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 вот вау вау вам ко нам вау у рас Сан-Франциско's Transamerica Pyramid. 970 feet and the Yokohama Landmark Tower, Japan's tallest building. 1,062 feet and Paris' stunning Eiffel Tower. The Bank of China Tower in Hong Kong. 1250 feet and Empire State Building in New York. And now we're here to see your stories. Yes, friends. We got to the same place. Let's find the sun in the eyes. So, we have a witness. Why do you want to go to the balcony? Yes. There will be a way to go. Yes, I understand. The balcony is when there is under the legs. So. The shop. You know what, friends. After such a place, I want to buy something. I left our time. And here are some of the balconies inside the balcony. They're sitting there, they're not照ed. We don't know the balcony in the house. I'll do it. I have a summery eyes and blow them down... There's a window. If you look at the balcony in the house, you've got a house. There's a lot of stairs. There's a lot of stairs in the house. There are so many places. The bathroom looks like a little. I love to go to the entrance. Вы видите, друзья, вот уже девушки тут на полу, а вот там страшное дело, что творится. Люди друг другу помогают, которые в очереди стоят, помогают друг другу сниматься. Да, когда вниз смотришь, наверное, не очень хорошо. Хорошо, вот они поменялись. Сейчас будут друг друга снимать. Блонники, блонники, бонники. Теперь наш черед. Так, сейчас они еще лягут. Угу, они ждем лак. Это будет круто. Это будет круто. Это будет круто. Это будет круто. Я надеюсь, что мы были мягкими. Мы сделали это. Хорошо, хорошо, да. На фотографиях здорово. Мы видим то, что на экране получилось у девушки. Получилось очень классно. Так, Света. А теперь девочки сами себя снимают. И сразу пошли на инстаграм. Да, у меня стоит не очень страшно. Давай. Ну что, Света? Подожди, девочки. Ну что, Света? Давай, Света, я покажу, что там внизу. Да, ой. Ага. Вниз лучше не смотри. Там Рик Равен, Чикаго Ривер. Да, страшно, страшно. Света, давай мы с тобой встанем вместе. Да. Нас сейчас сфотографирует Дмитрий. Действительно, чувства, друзья, не очень. Да, не очень. Приятно. Нет, не очень. Ну, ничего страшного. Ну что, друзья, смотрим на город. Здесь даже еще красивее. Красиво. Единственное, что стекло не безумно чистое. Ну, ничего. Я надеюсь, что видно хорошо. Просто каменные джунгли. Джунгли каменные, озеро. Смотри, тоже вот этот даунтаун небольшой. Смотри, дальше там все плоско. Ну, Свет, этот небольшой даунтаун там раз 20 больше, чем, скажем, в Сан-Франциско. Да. Здесь все-таки тоже. Вот так вот. Вот. Вот тут. Пошли дальше. Да. Очень, очень, конечно, здорово. Очень впечатляет. Смотрите на место. И так, как-то был у нас Сан-Деего. Мы с разных позиций посмотрим на город. У нас Сан-Деего складывался, но тут было так один день. Так, ну-ка, давайте здесь поглядим. Вроде бы, мы недалеко ушли и двигались пока по одной и той уже стороне здания. Мне даже трудно сказать, насколько отличается вид, насколько я тут бегаю с камерой. А сейчас на другую стенку пойдем. Так, вот мы добрались к приличному обзору. Если только солнце там не светит в глаза. Да, там на самом деле солнце под углом градусов 45 справа. Ну, посмотрим, что получится. Это более индустриальная часть города. Ну да, тут еще и солнце в глаза. Там, правда, Чайна Таун. Там, где хайвей машины, там есть Чайна Таун. Но даже, друзья, просто уйти. Знаете, просто уйти. Тоже не просто. Потому что надо попасть на лифт. А на всех не хватает. Если что-то хорошее где-то, друзья, то на всех никогда не хватает.